Изыскать резервы и обеспечить социальную стабильность. Такие задачи глава республики поставил перед активом Шумерлинского района. С депутатами и руководителями сельских администраций Михаил Игнатьев встретился сегодня. Подробнее в нашем следующем сюжете. Шумерлинский район развивается динамично. Такую оценку местным властям дал руководитель Министерства экономического развития и торговли Владимир Аврелькин. За последние годы в муниципалитете увеличилось количество малых предприятий. Недавно здесь заработал и новый цех металлообработки. На подобные проекты в районе сейчас делают ставку. Львиная доля доходов в местный бюджет поступает именно от бизнесменов. В целом же, как закончили 2014 год? В 2014 год общий консолидированный бюджет составил 180 миллионов рублей. Причем, собственно, доходы увеличились по отношению к 2013 году на 26%. Это очень хороший показатель. Но в непростой для экономики страны период республика начала пересматривать свой бюджет. Неделю назад антикризисный план представили и власти Шумерлинского района. Резервы у муниципалитета есть. Необходимо активнее вводить в оборот неиспользуемые земли и увеличивать производство овощей. В ближайшие месяцы намерены оптимизировать и расходы администрации района. Кроме этого, планируем в рамках сокращения численности муниципальных служащих сэкономить 134,8 миллиона рублей. Плюс переводим муниципальных служащих в бухгалтерию администрации, в централизованную бухгалтерию. Мы закончим сегодня и централизацию бухгалтерии для сведения. Там тоже определенный экономический эффект предполагается. Все взятые на себя социальные обязательства республика намерена выполнять и дальше. В этом году из регионального бюджета Шумерлинскому району направят более 60 миллионов рублей. На эти средства муниципалитеты планируют построить и новые дороги. По тем данным, которые мы имеем, наши специалисты выезжали, 19 населенных пунктов нуждается в строительстве автомобильных дорог местного назначения. У нас эта информация есть, мы ничего не скрываем. И поэтапно, поэтапно, с учетом финансовых возможностей, Шумерлинскому району на стороне не будет доставаться. На встрече с активом муниципалитета свои вопросы гостям из Чебоксар задавали рядовые жители. На территории района они предлагают создать центр для тренировки велосипедистов. Михаил Игнатьев эту идею поддержал. Мы на улице Афанасьева в этом году ведем в эксплуатацию межрегиональный центр по маутенбайку. Подумаем, оценим, может какой-то филиал от того центра по маутенбайку здесь можно будет открыть. Там как бы она такая опасная трасса, а те, которые хотят заняться на ровной трассе, допустим, любители спорта, кто хочет стать на самом деле олимпийским чемпионом, никаких вопросов нет. Ну а уже весной в районе планируют устроить массовый велопробег. Участие в нем готов принять и глава региона. Медрик Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика.